9 августа во всем мире отмечается День коренных народов. Праздник был утвержден в 1994 году, в день первого заседания рабочей группы ООН по коренному населению. В Ненинском округе в этот день торжественно поздравили 50 ветеранов оленеводства. Звон женских накосниц, ритмы бубна и ненинская речь – неизменные атрибуты национального праздника. Праздник тундровиков, День оленей, ежегодно отмечают со 2 по 9 августа более тысячи оленеводов и чумработниц, а также ветераны отрасли во всех уголках тундры. В последний день торжеств, которые совпадают с Днем коренных народов мира, этнокультурный центр и департамент региональной политики поздравили ветеранов за помощь в развитии и укреплении отрасли. Среди них Анастасия Диамидовна. В молодые годы она кочевала по Малоземельской тундре вместе с мужем. Будучи бригадиром, он не раз занимал первые места в конкурсе на сохранность поголовья. У нас трое мужчин было, и я была. В балке жили, а в балке другой раз, знаете, как еще лед, вот такой высотой лед, замерзает, полца замерзает и подушки прилипают. А из хороших воспоминаний, вот что есть о жизни в тундре? А в тундре красота. Там очень, я говорю, когда мы ездили, еще очень много всяких птиц было. Выдешь, и вот красота такая, поют, кто на каких языках, как учатые языки. А сейчас уже в лес ходишь, да, никого вообще ничего не слышно даже. Именно любовь к родной земле и гордость за свою работу помогают справляться с трудностями, признаются ветераны оленеводства. Результаты их труда оцениваются по достоинству. Мы выражаем особую благодарность вам, ветераны оленеводства, за самоотверженность и преданность делу, которое передается по наследству от отца к сыну, за тот вклад, который каждый из вас внес в развитие важной для округа отрасли, за каждого оленя, который является источником жизни в тундре. Говорят, надо родиться в тундре, чтобы быть оленеводом. Валентин Евстафьевич опровергает это предположение своим опытом. В молодости он 4,5 года работал пастухом в немецком оленсовхозе и на себе почувствовал тяжесть и ответственность работы оленевода. Стая волков достигали до 12 голов, а мы, как говорят, не снимая лыжи, сутки целые крутим кругом стадо, орем, кричим, понимаете, значит, суть все ломаем, чтобы темнота была. Вот так наши годы проходили после войны и во время последних годов войны. Валентин Румянцев в сельском хозяйстве проработал 20 лет. Сегодня он получает заслуженную награду. Подарки и почетные грамоты приготовил департамент региональной политики. Громче, громче аплодируем. Что-то совсем... Среди почетных гостей мастер по изготовлению тынзеев Петр Вылка, творческие коллективы этнокультурного центра, Дома культуры и поселка Красное. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, Телеканал Север.